И всем привет, ребят! С вами Мастер Ваник и я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен одной интересной комбинации. Это игровой видеоролик. Сегодня у нас на обзоре викинга рельса с гиперпространственными снарядами. Именно её мне на протяжении длительного периода времени советовали вы в комментариях под видеороликами. И говорили, что рельсу жёстко апнули, она нагибает и с нею можно давать довольно большое количество киллов в матчмейкинге. Сегодня мы это всё дело проверим вместе с вами. Ну и посмотрим, что на самом деле даёт эта рельса с этим устройством. Я на ней довольно-таки давно не играл. И поэтому будет очень интересно на всё это дело посмотреть, проанализировать. Ну и по итогу понять, нагибает ли эта викинга рельса. Или же всё-таки она не является ничем лучше того же скаута, пробивающей рельсы и какой-то, может быть, другой пушки, которая себя показывает по типу молота шикарно в матчмейкинге. Что касаемо дрона, то сегодня я беру, конечно же, бустер викинга рельса на викинг-устройство. Ну, пока что давайте возьмём иммунитет от Эмми, если что, его потом поменяем. Что касаемо режимов, сегодня поиграем контроль точек, поиграем тдмочку. Два дефолтно-стандартных режима для такого сочетания. Ну и увидим весь самый жёсткий нагиб, который вы мне говорили. Нагибает же она или же всё-таки нет ничего сверхудивительного. Пикаемся уже прямо сейчас в контроль точек. 20 секунд уже ждём, пока что ничего нету. Наверное, надо стараться больше пытаться давать именно рельс каких-то сквозных, потому что с каждым последующим противником урон у этой рельсы становится в два раза больше. Это для тех ребят, которые не знали. Поэтому пробуем, пробуем. Молотов, довольно-таки неплохая карта. Кидаем урончик и смотрим, сколько будет у нас вылетать. Ну, конечно, не так желательно кидать урон. Желательно по противнику его накидывать. 2500. Стандартная дефолтная рельса с чуть быстрее перезарядкой, нежели у крупнокалиберки. К слову, об этом мне и говорили игроки. А урон, что касаемо самого выстрела, говорят, что примерно такой же самый, как с крупнокалиберкой. То есть рельса, по сути, перезаряжается быстрее, а урон имеет одинаковый. Как-то так. Пробуем, пробуем, значит, наваливать. 1600 по одному, второму 2500 накинули. 1600 еще выстрелом дали. И добавку. Респием 3-1 по моим киллам. Можно стараться даже через своих тиммейтов давать какие-то рельсочки. Если будет залетать, будет вообще шикарно. Ой, хорошо, 2500. Вот так вот через тиммейта. И если бы оно всегда так работало, было бы круто. Так, здесь не залетает. С бустерочком сейчас накинем. Хорошую, 3300. И единственное, что я так понял, у этой рельсы критического урона нету, да? А, есть крит, есть. Есть что-то как-то это я. Или нету. Не понял, короче, я пока что. Напишите по этому поводу в комментариях. Скорее всего, наверное, критического урона у этой рельсы нет. Так, у нас прошло 2 минуты. 5 киллов я пока что набил. Ну, не сказать, что много, не сказать, что мало. Есть первый овердрайв, который можно было бы где-нибудь качественно реализовать. Давайте попробуем слетить этого титана. Резисты, к слову, от рельсы у нас в боях имеются. Но не сказать, что в большом размере. Да, то есть, как бы, ничего в этом сверх страшного нету. И вот с овердрайва 5 целых киллов мы даем. С бустера 2 500 по танку накидываем. Добавку еще хорошую. И можно еще сквозную дать. А, и сквозная не залетела, к сожалению. Миночку поставил, но не сработал. 12 киллов! 12 киллов овердрайв очень неплохо себя реализовал. Но я почему-то до сих пор очень жестко сливаю бой. И это попахивает тем, что мы здесь турбо сольем его. К слову, по бустеру, да. То есть, многие скажут, что зачем тебе бустер, если ты даешь только одну рельсу с повышенным уроном. Здесь больше, наверное, дело не в том, что вы даете одну рельсу с повышенным уроном. С тем, что у вас нету кулдауна на ддшку. То есть, вы всегда можете накидывать хороший дэмэдж по оппоненту. И в этом плане, на этом сочетании, все-таки более выгодно иметь ддшку без кд. Нежели иметь повышенную броню. Которая вам, по сути, особо сильно, я думаю, что не поможет. Поэтому я бы свое предпочтение отдавал именно бустеру. Но вы можете пробовать играть и на том же самом защитнике. Много вы от этого не проиграете. Ну и если не живете долго, то так вообще ничего, по сути, не проиграете. Хорошо, через танк накидываем урон. Можно всегда этим пользоваться. Если еще так будут тиммейты стоять на уверенном. И я не буду мазать. То можно давать приличное количество киллов. 18 киллов за полбоя. Неплохой результат. Неплохой результат. Можно, конечно, пробовать. Делать больше. Намного. Так, я понял. Есть у него купол. А, куполочек не может прожать. Я только сейчас заметил, что там подавление. У него танки. Прострелов нету. Очень плохо. Я убил только один танк с овердрайва на викинге. Это просто провалище. Но мы летим так жестко, что тут попахивает проигрышем. Тут попахивает проигрышем. А если попахивает проигрышем, то, по сути, незачем не держать этот овердрайв. Он ничем мне абсолютно не поможет. Мы проигрываем бой за 4,5 минуты. Я набил 21 килл. Это очень хороший результат. Очень. Прям очень. И пикаем сейчас командный бой. Смотрим, что у нас будет там получаться. Если быстро каточка тоже закончится. Играем еще одну цпшечку. Попробуем максимум реализовать. Я думаю, что если будет полный бой, то где-то порядка 35-40 киллов можно дать. Если это так, то реально устройство имеет смысл быть. И его стоит использовать в матчмейкинге. Я давно уже на рельсе не катаю. После того, как скаут занерфили. Я не считаю, что эта пушка максимально актуальна в матчмейкинге. Хотя на ней можно играть. Можно. Да, я не спорю. Резистов от нее сейчас стало намного меньше. Ну, я как-то не знаю. Мне вот молот условный намного больше нравится. На нем как-то по кайфу прям наваливать. А рельсочка как-то ушла на второй. Может даже третий план. А то есть на том же страйкере мне бы намного больше было бы интереса катать. Нежели катать на этой викинга рельсе. Так, 1700 накидываю по оппоненту. Не знаю, что у него за устройство. А, у него такое же самое, что у меня. А, не, у него стабили... Не, я не понимаю. Или он вообще... А, он без устройства. И что без устройства? У рельсы такая же самая перезарядка, как у этой рельсы. Офигеть. Я не знал. Так это получается хорошая рельса. Если здесь еще повышенный дополнительный урон. То вообще получается комбиночка. Суперская. Поэтому, друзья, кто там шарит за википедию. Если вы как Леонид википедия бывшая, то можете написать по этому поводу. Что здесь по урону вообще. Как себя показывает эта рельсочка. Потому что, ну, перезарядка быстрая. Я что-то как-то даже удивлен. Я думал, что здесь перезарядка такая, как у крупнокалиберки. Перезарядочка. Довольно быстрая. За счет этого моментами можно неплохо накидывать. Так, опять нас почему-то 4. Опять маленькое количество тиммейтов. Но мы ведем по счету. И это не может не радовать. Троечку красивую вписываем по оппоненту. По вас по рельсочке еще добавочку даем. И можно еще, конечно же, накидывать по этому страйкеру, например. Или бы вообще какой-нибудь сквозной выстрел можно было бы дать. Но моя сквозная улетела чуть вбок. Так, 1000 дал. По шафту. И давайте мы его, наверное, допушим этого шафта. Еще 1000. Неплохая бомбочка мне прилетает. Рельсочки. Накидочку. Оформляем. Добавку в виде 2000. И теперь было бы неплохо слиться и прожать овердрайв с респа. Наверное, это было бы нормал донцово даже, я бы сказал. Давайте попробуем. Нет, килл не даем. 7 килов. 7 килов. Катку потихонечку выиграем. Песочек. В принципе. Все закономерно. Да, единственное... Надо было бы... Блин, надо было другую расходку прожимать. Я думаю, я дроповую. Заберу здесь расходочку. Но не забрал, к сожалению. Так, прожимаем броньку. Добавляем еще 2500. Вон, что-то не прилетает. Да, то есть 2500 с рисы. Не такой большой урон. Делаем прожать овердрайва. Делаем 3 килла. Четвертый, может быть, залетит. Нет, четвертый не залетает. 3 килла всего лишь. 3 килла. Маловато. Маловато для прожать овердрайва. 12 киллов. 4 минуты до конца. Какой-то такой средненький результатик. Не сказать, что хороший. Не сказать, что печальный. Пробуем сразу сливать. Первый танчик есть. Да, это, конечно, больше минус, что нельзя здесь 2 рельсы выдать с бустером. Если бы 2 рельсы можно было бы с бустером выдать, было бы очень неплохо. Так, 1 рельса все-таки маловато будет. Маловато. Но... Имеем то, что имеем. 2500. С получим бы каким-нибудь... Вот где-нибудь за тиммейтом встать. И накидочку давать x2 урон. Было бы очень неплохо. О, бездвиживающий боеголовочки там у тиммейта есть. Очень крутое устройство. Я его люблю. Так, а вот сейчас можно здесь перед шафтом дать. Ой, перед викингом, перед викингом. Перед викингом. Ай. Не зацепило. Так как я хотел. Антарочек овердрайв прожимает, но его быстро сливают. И воспорезочка не открывается в прострел. Уже наглеем, катаем по самому вражескому респу. 2500 по титанчику. Сквозное нет. Сквозное никого не будет. 2500 еще одну добавочку. Шафт открывается в прострел на сквозную. Хорошую. Ай. Но я не успеваю выдать. Надо было спрятаться за ним. 240. 18 килов. То есть, грубо говоря, на 30-ку в таком бою мы идем. Тридцатка в таком бою это неплохой результат. Неплохой. Но до нее надо еще доехать. До этой тридцатки. Поэтому стараемся. Смотрим, где тут противник. А, он слился. Понял. Так, овердрайв есть. Овердрайв есть. Шафт пытается накидочку оформить. Больше оппонента я здесь не вижу. Ну ладно, давайте прожмем овердрайв. Есть возможность накинуть. Антаро шафт бежит. Антаро шафт убежал. Накидываем ему. 1700. И теперь у меня здесь дополнительно бустерочек. Даем с него троечку красивую. По шафту накидочку. 1700 тоже плюс килл. И теперь надо давать по титану. По титану. Но здесь 2500 всего лишь залетает. И еще один выстрел. Не успеваю выдать. 23 килла. Итого за полторы минуты до конца. Неплохо. 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 Объективно неплохо. Но хотелось бы 30. Хотелось бы 30. Там... О, в простречке. Ай, не открывается. Думаю, там сквозная. Хорошая могла бы залететь. Так. Здесь обездвиживающая боеголовочка работает. В деле. Хорошо. Полторасик добиваю. И титанчик купол прожимает. Все плохо. Титанчик с куположкой. Это плохо. А вот еще один... Еще один овер будет или не будет? Интересно. Нет, скорее всего не будет. У меня еще одного овера. Еще одного овера не будет. 25 киллов. 30 будет. Если 30 будет, то будет неплохо. Но надо сыграть, я думаю, что еще одну каточку в контроле точек. Я думаю, что по этим двум особо сильно ничего не понятно. Мне так сказали, что прям им болютая. Прям жестко нагибает. Но чтобы жестко нагибала, надо 40 дать. Чтобы жестко нагибала. Иначе она не жестко нагибает. А она просто является как бы, ну, такой стандартно дефолтной рельсой. Да, то есть я считаю, что со скаутом можно дать больше. Мне так кажется. Я, конечно, не особо сильно пользуюсь тем, что здесь можно давать постоянно Х2 урон через тиммейтов, через противника, да, сквозными рельсами. Если бы я побольше, может быть, этим пользовался, было бы еще больше киллов. Но 27. 27 это что-то среднее. Поэтому пробуем пикать еще один бой. Да. В принципе, неплохо. Неплохо, да. Но не сверх круто. И как я уже сказал, тот же скаут, скорее всего, себя покажет лучше. И вы видите, что резистов очень мало от рельсы. Я как-то даже и не думал, что сейчас так мало резов берут от этой пушки. Возможно, прошло время. И теперь игроки уже, вот видите, 4 резиста. Раньше было бы 6 стабильно. Да, еще и там проценты не такие большие. Ну, пробуем, пробуем. Давайте пробуем в этой каточке реализовать. Может, получится. Хорошую сейчас выдаем. Сквозную с повышенным двойным уроном. Так, здесь уже по этому молодому человеку у меня не получится особо много кинуть. Лаксерва. Конечно же, неприятный, конечно же, не в нужный тайминг. Печка прожимается. Даем сквозную. Нет, сквозную не прилетает. Стараемся выдать сейчас здесь по диктатору. Как бы сквозная была, но рельса прошла без урона. Прикольно. Люблю танки онлайн, как говорится. Даю 3 500. И вот сейчас на сквозной. Хороший. Пятерочку. По второму. 700 по первому. 500. И по второму пятерочка залетела. Очень неплохой урон. Но это только 3 кила. Катка плюс уже была начата. Я запикался где-то в 6.30. Есть овердрайв на центре, который никто не хочет подбирать. Есть возможность у меня его забрать, если сейчас века рельсочка за ним не поедет. Очередная рельса без урона. Полторы тысячи накидка. Поражать овердрайва сходу после поднятия его с пола. 3 кила. Разворотик на четвертый. 4 кила с овердрайва. Неплохо. Неплохо. Работаем дальше. Стараемся попадать здесь по оппоненту. Есть возможность выдачи сквозного выстрела. Но противник отъезжает. Теперь открывается еще 2 оппонента. Есть Гаусс, который больно накидывает. И у меня расходка была на кулдауне. Соответственно, не доработали немножечко. Попробуем сейчас по Крусейдеру и по второму диктатору выдать сквозную, если откроется. Но нет. Крусейдер тоже закрывается. И даже на стрейфе меня обманывает. Я ему накидочку в полторасик надаю. Даю. И еще пищеночкой и пулю добиваем. Так, открывается Викинг под парострел на сквозную. Но сквозная не залетает. Гаусс играет аккуратненько. Ждем, пока он откроется, чтобы подобрать ДДшку. И здесь выдать выстрел с бустером. Пока что закрываемся максимально жестко от этого Гаусса. Здесь он на себя должен урон кидывать. И Викарик падает в минус. Каточку пока что, к слову, мы проигрываем. 11 килов уже есть. Не сказать, что это хорошо. Но и в принципе я не могу и сказать, что это какой-то плохой результат. Заметил, что очень большое количество рельс летит без урона. Без урона. На каких-то вот таких вот верх-низычах. Это очень плохо. Очень плохо. Не знаю, с какой рельсой это работает. Со всеми устройствами на рельсе. Или может есть какие-то определенные устройства, с которыми летит больше нулевых уронов. Да, я имею в виду, что как бы не засчитывает игра. Овердрайв подбирает Вика Гауссик. Блин, по нему прострелочек не залетает. Можно сразу дать свой овердрайв. У меня 98. Есть еще один овердрайв у этого Вика Гаусса. И меня быстро тоже срубают. 12 килов, 3 минуты до конца. 3 минуты до конца. Пробуем. Пробуем давать сейчас здесь накидку. Хорошую. 2. 2 килла. Открыться бы под кого-нибудь еще. 3 килла. 3 маловато. И овердрайв спадает. Пробуем по Крусейдеру с диктатором. Сквозную. Сквозная не залетает. И еще одну. Но уже диктатор погибает. По Крусейдеру только по одному вкидываем. Вика Гаусс прожимает овердрайв. Закрываемся от него, чтобы он не накидал. Хорошо. И теперь пробуем по Вика Жиге в центр. Полторашку накидываем сразу ему. И еще добавку в виде полторашки. Аптечку прожимаем. ДДшечку сразу. С бустерочком можно было накинуть. Хорошая. Но я Косорыльник. 2 минуты до конца. 16 киллов. 16. Всего лишь 16. Все-таки нужно заметить то, что кидает и на бои, которые 6 на 6. 6 на 6 все-таки немножечко не то. Если было бы 8 на 8, 10 на 10, то и киллов можно было бы дать на таком сочетании. Сочетание намного больше. Поэтому на 100% говорить, что это сочетание мусорник я не могу. Но среднее что-то. Что-то среднее. Что-то среднее. Между супер-мега-крутым нагибом и шляпой усадкой. Да. Полторы минуты до конца. Хотя бы 25 дать. Было бы неплохо. Хотя бы 25. Хотя бы 25. 3000. И через тиммейта. Хорошую. Нет, не хорошая. Полторашка всего лишь вылетела. Маловато. Маловато. Полторолик. Дика Гаусс. Прожмет ли овердрайв? Нет, не прожимает. Ну и. Здесь по Дика Гауссу тоже накидочку оформляем. У нас пока что под контролем. Две точечки. Заявочка на победку. Хорошую даю. Сквозную. Двулик. Залетает по Гауссу. Еще один овердрайв будет. Это. Открытие на 25 кильчиков. Я так понимаю, да? Открываемся на 25. Хорошую. Могла залететь конечно получше еще. С бустеролой. И так тоже неплохо. 3 кила. Даем. 23. 30 секунд до конца. 30 секунд до конца через тиммейта. По викорику полтора улик. Залетает. Накидка по Гауссу. Две с половиной тысячи. Прожимает аптечку. Еще полторашку есть в нем. Еще полторашку его сливаем. 24 кила. И наш тиммейт, к слову, вот вы видите, играет на чем? На Мамонта вулкане. На Мамонта вулкане. И на Мамонта вулкане дает такое же количество киллов, что и я. Ну, чуть-чуть меньше, конечно. 21. Но тут и дело не меняет. 25 киллов. Очередная катка. Поэтому я могу сказать, что это, ну, не супер имбовая рельса. Это во-первых. Во-вторых, если бы я выбирал бы устройство себя на рельсу. Между гиперпространственными снарядами и другими устройствами. То я выбрал определенно либо рельсу с пробитием. Ну и то, ее как бы, это больше как саппорт рельса, да. Но ее можно использовать, например, в той же осаде. Либо же, конечно же, скаут. Со скаутом, как минимум, вы можете дать два выстрела с бустером. Плюс быстро перезаряжающая рельса. Большое количество критических уронов. Гиперпространственные снаряды такого не дают. Ну и не такое большое количество сквозных рельсов вы можете выдать. Плюс еще есть сейчас проблема в том, что сама игра не регает эти сквозные выстрелы. Ну и еще и вообще бывают рельсы без урона. Соответственно, при всем этом моментике, я могу сказать, что скаут было бы намного эффективнее использовать в матчмейкинговых боях. Ну а так, в общем и целом, если у вас, например, нет скаута, есть такое устройство, как гиперпространственные снаряды, то его можно в матчмейкинге как-то так пытаться реализовывать на больших картах. Я думаю, что оно должно показывать себя еще лучше. Ну и где-то 25-30 киллов на маленьких картах можно с ним давать. Как-то так, друзья, предлагайте свои вооружения. Предлагайте, какие устройства вы бы хотели бы потестировать. Возможно, какие-то интересные сочетания пушки, корпуса. Все пишите в описании, ой, в комментариях под этот видеоролик. Обязательно прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Как только 200 колайкозавров у нас набирается, выходит следующий игровой видеоролик. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!